Начало смены в 6 утра, конец не меньше часа дня. И антураж вовсе не стерильно белый, как порой показывают в образцово-показательных фильмах. Да и пахнет навозом, что, впрочем, никак не должно отражаться на качестве итогового молочного продукта. Будем сдаивать первые струки, выявлять мастит, дополнительный массаж. Подождем, пока подоится. Потом нанесем кенку. А сколько обычно занимает это время? Процесс, там наручные работы, минуты на каждую корову. Сколько литров дает одна корова в третий литров? Ну, 25-30 литров. У нас гауштинские, а не молочная порода. Элина Чулякова работает дояркой 6 лет. Говорит, приехала в поселок, увидела коровник и осталась, прикипела сердцем. Работа хоть и непростая, зато зачастую душевная. Есть любимицы, которые больше всего выделяются на своем фоне. Они очень такие нежные, ласковые коровы. Два года назад Лина уже пыталась показать себя на профессиональном состязании. Участвовала в краевом конкурсе. Но тогда первое место не получила. Лучше ее признали со второй попытки. И теперь она представит край на всероссийском уровне. Будет оцениваться все от внешнего вида, чтобы полностью теорию, как я знаю, практику, все это будет проверять. Хорошо иметь подход к корове, хорошо знать технику доения, чтобы полноценный выработать рефлекс молодачи, чтобы получить хорошее молоко, качество молока. Окончив смену, Лина прощается с коровками. Впереди у нее далекий путь. Уже 23 августа она будет доить башкирских коров в далекой Уфе. Знает, конкуренция будет большой, но рассчитывает достойно представить свой край. Я Кочетхов, Андрей Печеркин. День с толком. День с толком.